Сейчас сменим презентацию и, в общем-то, мой доклад будет достаточно традиционным. Каждую выставку раз, соответственно, два раза в год я показываю актуальные данные, которые основаны на статистике как нашего собственного портала, так и поисковой системы Яндекс. Ну, во-первых, хочу поздравить Георгию с удачным ребрендингом. Я думаю, что выставки, которые когда-то начинал Георгий, некоторое время мы делали в партнерстве, теперь Георгий это развил в огромную международную систему, они и дальше будут такими же успешными, интересными и, главное, полезными для участников. Ну, а поскольку мы сегодня в Москве, то поговорим о спросе на зарубежную недвижимость со стороны русскоговорящих. Почему я говорю о русскоговорящих, а не о россиянах? Потому что инструменты, которыми мы пользуемся, это, собственно говоря, аналитика нашего портала и аналитика Яндекса, она позволяет проанализировать, ну, в общем-то, можно выделить и чисто сегмент россиян, но более интереснее посмотреть на полностью русскоязычный спрос, поскольку это как бы вот такой, то есть это тот маркетингный инструмент, которые, те маркетингные инструменты, которые охватывают не просто Россию в своих границах, но и все, кто говорит на русском языке. Для начала мы поговорим о макроэкономических показателях, среди которых для нас важнейшим является курс иностранной валюты, поскольку Европа к нам гораздо ближе, и основные сделки, которые совершают рассеяние с зарубежной недвижимостью, номинированы в евро, то мы показываем динамику курса евро. Здесь вы видите последние три года, начиная с января 2016-го. Как видите, волатильность достаточно высока, но в то же время нету таких резких скачков, которые были в 2014-2015 году, ну, вот если не считать самого начала 2016-го года. С тех пор прошло, слава богу, три года. Последний год, как видите, достаточно стабилен, в диапазоне 70-80, сейчас прямо посредине 75, вот на сегодняшний день прямо с высокой точностью. Поэтому, ну, можно сказать, что к такому курсу евро россияне адаптировались, и сейчас это не представляет для них какой-то большой проблемы. Таск бог, что курс будет стабильным и в ближайшем будущем, надолго загадывать, конечно, не приходится, но, по счастью, сейчас этот фактор скорее относится к нейтральным, чем к каким-либо влияющим на спрос в ту или иную сторону. Еще одна официальная статистика, это статистика, которую дает Центральный банк, статистика переводов денежных средств за рубеж с назначением покупка недвижимости. И это по физлицам, то есть это не корпоративные деньги. Как видите, тоже здесь охвачен тот же период. Последняя точка – это третий квартал 2018-го года. ЦБ считает долго, четвертый квартал пока еще не представлены данные. Но в третьем квартале 2018-го года, как видите, максимальное значение, устойчивый тренд два месяца подряд, что, в принципе, для такого ломаного графика очень неплохо. Ну и интересно, конечно, посмотреть, что будет с четвертым кварталом. Наверное, где-то через месяц эти данные будут. Пока же мы видим, что если сравнивать квартал с кварталом по году, то идет рост. Здесь есть, безусловно, фактор того, что государство все более тщательно старается контролировать финансовые потоки, которые направляются за рубеж на покупку недвижимости. Поэтому отчасти этот рост связан с тем, что все больше денег переводится в белую и официально. Потому что мы прекрасно понимаем, что существуют еще разнообразные варианты, при которых центральный банк эти деньги не увидит. Но в то же время, даже с поправкой на это обеление рынка, можно сказать, что тенденция, ну как минимум, не отрицательная. И это радует. И, пожалуй, вот эти данные единственные, которые мы можем соотнести с реальными сделками. Все, что я буду представлять дальше, это показатели предварительного спроса. Не сделать. Потому что сделать, и, конечно, к сожалению, кроме вот этих вот цифр, ничем больше каким-то агрегатором не контролируется. На протяжении нескольких лет мы собираем такой вот, как бы, индекс, который показывает интерес, первичный интерес к зарубежной недвижимости на основе поисковых запросов Яндекса. Последний раз в этом зале мы встречались в начале октября. И, если помните, тогда мы остановились вот на этой вот удивительной высокой точке. Это были сентябрьские данные. И обсуждали очень горячо, по какой причине такой резкий рост. Как видите, затем несколько динамика спала. Вернулась, ну, может быть, к более понятным показателям, если смотреть на предыдущие годы. Но, тем не менее, можно констатировать, что летом и осенью 2018 года наблюдался действительно большой заметный рост интереса, первичного интереса к зарубежной недвижимости. Еще раз, что этот график показывает? Этот график показывает суммарное количество запросов типа «Недвижимость плюс страна» по 25 самым популярным странам, в которых ищут недвижимость россияне. То есть мы понимаем прекрасно, что можно набрать в поисковете недвижимость Испании и никогда не пойти даже, не сделать звонка риэлтору, да, не поинтересоваться дальше. Это самый-самый первичный интерес. Но, тем не менее, то, что вот такой вот всплеск, такой большой бум наблюдался, это, конечно, симптоматично. Ну вот, могу ретроспективой напомнить те причины, по которым мы осенью считали этот всплеск мог бы быть. Это и пенсионная реформа, это и, опять же, изменение налогового законодательства, увеличение ставки НДС и санкционный режим. Все, в общем, наверное, так или иначе это с этим связано. Но, если учесть, что именно летом разворачивалась в июле основная дискуссия вокруг пенсионной реформы, затем она уже, затем дискуссия эта спала, и она была принята достаточно гладко. Но вот можно считать, что пенсионеры или будущие пенсионеры резко заинтересовались, где бы им проводить пенсию, за исключением родной страны. Ну и сейчас, как видите, несколько в более реалистичную сферу вот эти запросы пришли. И, тем не менее, даже если посмотреть на вот эту точку, это декабрь 2018 года, это выше, чем декабрь 2017, декабрь 2016. То есть, год от года мы можем видеть достаточно позитивный тренд. Вот какие страны являются наиболее популярными на данный момент по поисковым запросам в Яндексе, как распределяются первые 25 стран. Болгария на коне. Болгария на коне. Значит, вот эти данные прошут по четвертому кварталу 2018 года. Пока Яндекс еще не дал февраль, по одному январю смотреть рано, поэтому это совокупные данные по четвертому кварталу 2018 года. Ну, тройка, вот эта тройка, она уже устоялась достаточно давно, примерно год как. Болгария номер один, Испания номер два, Турция номер три. Вы потом увидите, что в этом месте заметно потерял, может быть, не вместе в этом рейтинге, но в числовых показателях. Я вам представлю график динамики, и все это будет сразу видно. Обращает на себя внимание высокое место Грузии. Это максимальный, вот эти данные, это максимальный показатель за всю историю, которую мы снимаем, начиная с 2015 года. И достаточно высокое место дорогой Франции, которая опережает и дешевый Вьетнам, и дешевый Таиланд, и Венгрию, и Хорватию. То есть, пожалуй, из таких настоящих дорогих направлений Франция занимает наиболее высокое место. И вы видите, например, что количество, объем интереса к Франции, ну, всего лишь в два раза уступает объему интереса в Чехии или в Греции. Хотя бюджеты, конечно, совершенно незапоставимы в этих странах. Франция, безусловно, привлекает гораздо более обеспеченных покупателей. Вот динамика поисковых запросов по трем самым популярным странам. Испания, Болгария, Турция. У Турции есть пробел, который мы не показываем. Там были данные, которые, на наш взгляд, являются недостоверными. Мы их убрали, чтобы они нас не смущали. Там был бы такой вот огромный-огромный пик, который, конечно, не соответствует действительности. И сейчас мы видим, что среди вот этих трех стран Испания, на самом деле, интерес к Испании имел большой рост в июле, как и по большинству других стран. Вот этот вот пенсионный интерес. Но затем, на настоящий момент, интерес к Испании снизился и, в принципе, даже ниже, чем в январе 2017 года. В то время как Турция и Болгария сильно выросли. Да, сильно выросли, потому что Турция, тем не менее, хотя здесь может быть такой не сверхъестественный показатель вот с этим пиком, тем не менее, интерес к Турции гораздо выше, чем два года назад. Три страны из числа следующих, следующей тройки. Кипр, Германия и Черногория. Кипр, как видите, очень активно рос. Вот этот вот пик прошлым летом был, пожалуй, максимальный среди всех стран. По процентам очень было заметно. Но к лету, к сожалению, к Новому году, к сожалению, Кипр сильно потерял в интересе. И можно сказать, что все три страны, Кипр, Германия и Черногория, несмотря на то, что динамика была такая достаточно разнонаправленная, на конец 2018 года, привлекают внимание людей в Яндексе примерно на том же объеме, что и два года назад. То есть остались при своих. То же самое, на самом деле, можно сказать и о следующей тройке. Италия, Чехия, Греция. Как видите, был очень хороший всплеск у Греции. Всплеск, наверное, связан с тем, что из этих стран она наиболее солнечная, наиболее, не то чтобы доступная, ну да, наверное, доступная, потому что, если убрать совсем дешевые предложения в депрессивных регионах Чехии, то Прага, Карловая Вара, конечно, будут подороже, чем квартиры в Халтидиках. Но, тем не менее, вот ровно в такой же позиции и примерно на тех же значениях Италия, Чехия и Греция оказались, что и два года назад. То есть здесь какой-то большой динамики за это время мы не видим. А вот США, несмотря на всю политическую риторику, на все потенциальные проблемы с визами и так далее, видите, завершают на максимальных значениях за два года, на 2018 год. Здесь, кстати, я уже подтянул точку и январь 2019. И Грузия, Грузия. Вы видите, что примерно в два раза за два года увеличилось количество людей, которые ищут информацию о недвижимости Грузии в Яндексе. И это, конечно, определенный тренд, тренд очень заметный, связанный, безусловно, и с, как мы уже не раз говорили, и с потеплением отношений, и с тем, что в Грузии оказывается достаточно недорогая недвижимость по российским меркам, и с тем, что большой объем нового строительства, то есть недвижимость стала привлекательна с точки зрения своих потребительских качеств, все это, конечно, привлекает внимание покупателей. И Великобритания, в общем-то, на примерно таких же позициях, что и два года назад, по-моему, прямо, вот если говорить об абсолютных цифрах, один к одному абсолютно. То есть были определенные всплески, но на данный момент все потихонечку устаканилось. Но Яндекс говорит о чем? Яндекс говорит о самом первичном интересе. Да, человек набрал в поисковике, и сколько там из этого, из этих набранных слов потом дойдет до сделки, понятно, что очень немного. Хомсверсис динили принципиально другую статистику. Это статистика запросов по конкретным объектам недвижимости, представленным в базе портала. Таких запросов проходят тысячи через нас каждый месяц, поэтому статистика достаточно репрезентативна. Ну и динамику посещаемости я показываю в первую очередь с той точки зрения, что она, конечно, отражает более глубокий, более платежеспособный интерес к зарубежной недвижимости, чем статистика Яндекса. Потому что сюда к нам попадают именно те люди, которые идут искать конкретные объекты, а не просто набивают что-то в поисковике. Ну, хочу сразу сказать, что вот эта вот максимальная точка – это не январь 2019-го, затем небольшое снижение в феврале, но оно естественно. Январь обычно самый такой ударный месяц. Вы видите, что вот такие вот пики есть в каждом годе. Но в целом вот этот тренд идет выше и выше. Отчасти в этом есть наша заслуга, заслуга Хомсверсис, потому что мы стараемся развивать портал и делать его более конкурентоспособным. Но вы прекрасно понимаете, что если рынок не позволяет, то никакие наши старания не помогут вот такой рост получить. То есть мы видим, что пока рынок продолжает крепнуть. А вот это уже 10, 20, 26, по-моему, здесь стран не по количеству набранных букв в интернете, а по количеству конкретных запросов, которые приходят по этим странам на нашем портале. И вы видите, что здесь ситуация различается. Вот эти данные за январь и февраль 2019 года. Сегодня с утра я успел эти данные снять, чтобы вам показать самые-самые свежие тенденции. То есть это все практически в режиме онлайн. Если в четвертом квартале, те, кто, например, был на моем вебинаре в декабрьском, Болгария была на коне, то сейчас Испания снова потихонечку опередила. Еще раз получается так. По Яндексу, то есть по первичному интересу, Болгария значительно опережает Испанию. По количеству запросов через Homes Versus, две страны идут практически вровень. То одна опережает другую, то наоборот. Но сейчас Испания за январь и февраль 2019 года вышла вперед. Турция. Практически такая же ситуация. Практически те же данные, что там такие же цифры большие, что и в четвертом квартале, в третьем квартале. То есть после того, как отношения с Турцией наладились, после того, как пошли чартеры, как восстановился турпоток, стало понятно, что до недвижимости можно добраться без проблем. Турцию, конечно, стали очень спрашивать. И безусловно, это относится и к россиянам, и к другим представителям русскоязычных стран, Казахстан в том числе. Казахстан всегда к Турции имел большой интерес. Поэтому у Турции сейчас, в общем-то, дела хороши. А вот Типр потихонечку теряет позиции. Если помнить, год назад на третьем месте в этом рейтинге был именно Типр, а не Турция. И если сейчас Типр занимает 7,7% от всех запросов портала, то в Пите эта цифра доходила до 12, по-моему, 12,5. Откат этот начался после лета. И связано это, по всей видимости, с тем информационным фоном, который идет сейчас вокруг иммиграционной программы. Как вы знаете, европейские власти не очень довольны тем, как она идет. Тем, что слишком легко достается гражданство, достается вид на жительство покупателям недвижимости. Поэтому, и опять же, вы знаете, что последняя информация, программа на Типре уже стала жестче, ограничений больше, бюджеты выше. Безусловно, все это связано с тем, что Типр сейчас несколько теряет в позициях. Я не уверен, что программа, в которой сумма идет о многих миллионах, о нескольких миллионах покупок, да, инвестиций, может каким-то образом спровоцировать массовый рынок, но может быть, связанное с тем, что просто Типр, очень хорошо поднявшись после того кризиса, который был, по-моему, в 2013 году, 2014, рынок поднялся, цены поднялись. Сейчас уже менее, как бы, и с точки зрения законодательства миграционного, и с точки зрения просто рыночной ситуации, Типр стал менее привлекательным. Хотя солнце, море, дружелюбие, безопасность, все это осталось, никуда не делалось, и, будем надеяться, не денется. Черногория. Если посмотреть, как бы, динамику в ретроспективе, то окажется, что в последние полгода Черногория по доле сделок на Холмс, по доле запросов на Холмс Версис, еще раз, это запросы, это не сделки, я оговорился, на наилучших показателях за последние три года. При всем при том, что Черногории, как бы, давно предрекали падение интереса, крах рынка и так далее. НАТО, переоценка, проблемы с легальным статусом недвижимости, все как бы это у Черногории есть. И тем не менее, вы видите, пятое место и очень хорошие показатели, которые лишним многим уступают Кипру. Ну и, безусловно, конечно, по сравнению с Кипром, Черногория гораздо более недорогой рынок, при этом все же более высокобюджетный, чем Болгария, к примеру, или чем совсем массовая Испания. Ну, про программу, там, на самом деле, все пока не очень понятно, как эта программа будет развиваться, как бы, она объявлена, но действие ее не началось. И пока какого-то, например, скачка по сравнению 3 назад было около 6-7 процентов, примерно столько же, сколько сейчас у Черногории, то сейчас это только 3,2 процента. Вот это, пожалуй, та страна, которая сейчас действительно интерес постепенно теряет. Возможно, это было связано... Возможно, да, возможно, да, возможно, стало, возможно, интерес был несколько таким поверхностным на основе многочисленных информационных поводов. В Греции все плохо, в Греции... А недвижимость не может дешеветь настолько, насколько там плохо в стране. И, в общем-то, действительно ли там так уж плохо, это тоже вопрос. Как бы то, что касается макроэкономической статистики, не всегда соответствует просто ощущениям человека, который в стране находится. Франция на 10-м месте. И точно так же, как и в Яндексе, я обращу внимание, что Франция в последние два года хорошо укрепила позиции. Возможно, это связано в том числе с тем, что люди начинают открывать не только Лазурный берег и Париж, но и другие регионы, более привлекательные по ценам, имеющие также высокий потенциал с точки зрения отдыха, с точки зрения инвестиций. Потому что Франция, конечно, очень велика. Если спросить британцев, да, они покупают в огромном количестве регионов Франции, не говоря о Нормандии, которые просто к ним через пролив британцы освоили всю Францию. Наши только начинают. Ну и вот Грузия, которая на 11-м месте, так высоко в рейтинге она не стояла. Это ее максимальная позиция. Здесь как бы мы совпадаем с теми данными, которые показывает Яндекс. И то, что сегодня среди участников нескольких грузинских компаний, это безусловно говорит о том, что это не просто цифры статистические. Эта статистика отражает абсолютно реальный бизнес, реальная жизнь. Интерес к Грузии высок. Сможет ли Грузия войти в десятку и действительно стать одним из таких массовых направлений пока непонятно. Но, по крайней мере, интерес к ней сейчас велик. Обращу внимание, что в битве Таиланда и Вьетнама Таилам снова берет вверх. К Вьетнаму был высок интерес некоторое время и даже опережал интерес к Таиланду. Но, видимо, интерес интересам. А с точки зрения развитости инфраструктуры, с точки зрения вообще того, как все устроено в стране, безусловно, Таиланд, конечно, направление гораздо более привлекательное. И если уж говорить о ценах, то есть такие тайские предложения, которые по ценам привлекательнее вьетнамских. Вьетнама отнюдь не дешевая страна, если сравнивать с Таиландом. Ну и, пожалуй, из других, как бы из второй десятки, могу обратить внимание на то, что появилось в рейтинге Польша. И скажу честно, что эта Польша появилась конкретно на Хомс Версис за счет спроса со стороны украинцев. Это не российский спрос, безусловно. Это полностью спрос со стороны тех посетителей, которые приходят на Хомс Версис с Украины. А это примерно 15% всех посетителей. И бюджетная табличка, достаточно детальное сегментирование под бюджетом. Могу сказать так, что на данный момент, на данный момент, мы сейчас на следующем слайде увидим, тенденция к снижению бюджета пока не развивается. Давайте я прямо вот эту табличку покажу, потому что это динамика. Я, к сожалению, вот в спешке не поставил время. Но это кварталы. Это начало 19-го года, вот это начало 18-го, а первые колонки это 16-й год. Как бы это все поквартально. Как видите, как видите, очень сильно сползает вот сюда, вот в эту часть бюджета от 25 до 50. Если 2,5 года назад 18% всех запросов приходилось на этот бюджет, то сейчас 26, 26. И очень сильно вымываются запросы вот из этого, из этих бюджетов, ну условно говоря, от 400 до миллиона. Вот это главный пострадавший сегмент. Если, например, вы видите от 50 до 200, ну плюс-минус такие же цифры, как и три года назад, то вот этот вот, как бы такой высокий средний сценовой сегмент, он, конечно, провалился очень сильно. Самые дешевые предложения, вы понимаете, их на самом деле крайне малые, они зачастую фейковые, ненастоящие. Сколько ни борись, они все равно прорезают. Но в реальном, в общем-то, любой здравомыслящий человек понимает, что до 25 тысяч даже в Болгарии купить-то особо нечего. То есть это какая-то будет полная беда. Поэтому, может быть, вот этот самый низкий бюджет не настолько вырос, потому что он, ну, объективно малореален. Но до 50 тысяч, да, это уже это серьезно, это уже нормальная Болгария, это недорогая Турция, много стран, где можно до 50 тысяч что-то найти. И вот этот сегмент за последние три года вырос больше всего. Ну и в то же время, если посмотреть, топовые сегменты, ну, может быть, пострадали в меньшей степени. То есть основная печаль с теми предложениями, которые от 400 тысяч и до миллиона. Вот здесь вот спрос, к сожалению, проселка очень сильно. Ну и еще разочек, чтобы вы понимали, откуда приходят люди, когда Хомс Версис, что за спрос мы сейчас оцениваем. Это, безусловно, в первую очередь Россия, Украина. Ну, а дальше это и те страны, в которых находятся люди. Мы понимаем, что, например, Болгария, Испания, это не значит, что там очень много русских. Это просто значит, что люди туда приехали и непосредственно с места отправляют запрос. Тогда как, например, Германия или Израиль, это те страны, где русскоговорящих много. Это ни для кого не секрет. И они точно так же пользуются не только, например, немецкими ресурсами или израильскими, но и русскоязычными, к которым к числу лидирующих относятся Хомс Версис. Ну и обратите внимание, что достаточно много из Азербайджана за импозапросов приходит. 1%, это на самом деле немало, учитывая объем количества населения, учитывая то, что, в общем-то, ну и этот азербайджанский спрос, конечно, очень специфический. Это в основном Турция и Эмираты. Так, если честно, то это в основном Турция и Эмираты. Белорусов меньше становится. Из США прорываются запросы. Не знаю только, доходят ли эти запросы до сделок. Это, может быть, коллеги вы знаете, поделитесь друг с другом. Ну, вот, собственно, все. Немного мне удалось снять статистику. Я хотел, чтобы она была максимально свежей. Вся статистика Хомс Версис – это первые два месяца года. Полностью январь и полностью февраль вчера закончившиеся. Ну и посмотрим, что будет дальше. У меня лично ощущений, что будут в этом году какие-то большие перемены, нет. Скорее всего, будем идти примерно вот в таких же рамках. Надеюсь, что не будет дальше тренда к снижению бюджетов, потому что уже как будто бы и некуда. Но, с другой стороны, человек всегда думает по одному, а жизнь показывает по другому. Посмотрим. И вот определенные изменения по странам, они тоже, безусловно, есть. Кипр постепенно интерес к нему ослабевает. Черногория держится очень хорошо. Испания с Болгарией. Интерес к Болгарии гораздо выше в первичных источниках на Яндексе. Но при реальных обращениях по объектам недвижимости, они с Испанией, в общем-то, в паритете. Ну и, безусловно, очень большое количество стран, кроме вот этих вот лидеров, они так или иначе привлекают большое внимание. Даже один процент спроса, который мы видели во втором десятке, это, на самом деле, совсем не так мало. Если это хорошая недвижимость, и если это интересное предложение, то вполне можно делать бизнес. Ну, у меня на этом все. Георгий, спасибо за возможность поделиться свежим. Тебе спасибо, Сергей. Я надеюсь, что было достаточно информативное, интересное выступление. Что скажете, господа и дамы? Может быть, кто-то хочет прокомментировать какие-то вот моменты, да? У нас не так много времени, поэтому я не затевал дискуссию, но если у кого-то есть соображения по вот этим цифрам, то я буду очень рад их обсудить. Сергей буквально снял вопрос у меня с языка. Я бы хотел тоже получить обратную связь от профессионалов российского рынка недвижимости. Насколько эти общие цифры отображают действительность, отображают ваш случай? Конечно. А вот скажите, а какую в основном недвижимость покупают люди? Где-то небольшие квартиры, коттеджи, большие дома. Можно какую-то вот привезти? Ну, здесь я не показал слайд с разбивкой по типам недвижимости, но, безусловно, квартира – это основное. Примерно две трети, может быть, чуть меньше – это спрос на квартиры. Ну и, естественно, если смотреть внутри этого спроса, на недорогие квартиры будет спрос выше, чем на дорогие. Коммерческая недвижимость сейчас примерно семь-восемь процентов от общего спроса, который мы фиксируем на Фомс и Версис, показывает. И это, как бы, год от года не сильно меняется. Интерес к домам, ну, наверное, он немножко меньше в количественном выражении. Ну, просто в силу того, что это более высокий сегмент ценовой. В любом случае, да, дом – это дороже, чем квартира. Поэтому, если мы говорим о том, что глобальный тренд за три года – это снижение бюджета, то, конечно, это отчасти снижение бюджета за счет того, что человек, который думал купить ему там большую квартиру или небольшой дом, он в конечном итоге остановится на квартире, просто потому что это будет дешевле и при покупке, и, безусловно, что очень важно, дешевле в эксплуатации. Потому что содержать дом – это гораздо более затратная история. Еще вопросы у вас? Да, можно вопрос задать? Конечно. У нас тоже есть online source, и на нашем опыте платежеспособный клиент идет с Google. Почему в своей вот аналитике вы предпочитаете именно Яндекс? Потому что Яндекс позволяет делать детальную аналитику по конкретным запросам. Google, аналитика Google, она Google Trends. Она очень размытая и не позволяет точно и количественно оценивать какой-либо… скажем так, она очень ни о чем, эта статистика. Она позволяет оценить, что сейчас больше интересуются мобильными телефонами, а завтра, может быть, больше автомобилями. Но разделить в сегменте недвижимость интерес к разным странам Google Trends не позволяет. Поэтому мы пользуемся Яндекс статистикой Яндекс Wordstat, которая в этом смысле абсолютно точно рекламодателем. Нам труднее определить, какие мотивы. Мы можем понять, какой был бюджет, какая страна, какой тип недвижимости, вот эти аналитические данные. Но мы не интервьюируем их, мы не спрашиваем, с какой целью вам нужна недвижимость. То есть мы не подбираем ее. Ну что же, спасибо. Если какие-то еще вопросы будут, я к вашим услугам и успехам, мероприятиям. Еще раз спасибо большое Сергею.